Дорогие друзья, братья и сестры! Это будет очень необычная проповедь, не потому что я буду здесь удивлять вас какими-то пируэтами или движениями, или я буду проповедовать так, как будто бы я нахожусь в собрании, где люди не верят Писанию, поэтому мне нужно быть более эмоциональным и убеждать вас в том, что нужно веровать Библии. А это будет проповедь, проповедь, такое пастырское размышление на вопросы, которые мы обычно ведем в частных беседах, по темам, которые возникают в личных разговорах, по нечто интимному, нечто такому, что мы не всегда готовы поделиться с нашим ближним. Поэтому я сегодня не беру какого-то текста, хотя текст Писания основной – это второе послание Коринфян, глава 3 стиха 18, я закончу этим текстом. И хотя текст Писания из Евангелия, который соответствует нашей теме, праздник света – это первая глава Евангелия Теана. И я бы хотел попросить, чтобы один человек, у которого есть Библия, я уверен, что не у всех Библии есть, даже у тех, у которых есть телефоны, телефоны с собой не взяли, поэтому это ваше сегодня преимущество, это первый раз вы можете слушать мою проповедь без Библии в руках, потому что сегодня будет такое размышление пасторское, но опирающееся на текст Писания. Но все же я бы хотел, чтобы вот мой брат, дорогой Андрей, он сегодня был уже у нас публично, он не боится говорить публично, брат Андрей вышел и прочитал нам вслух, чтобы было слышно из Иоанна, первой главы, главы с 9 по 13 стихи. Иоанна, 9-13 стихи, первая глава, Евангелие от Иоанна. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мир был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и своего не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Спасибо, Андрей. Итак, смотрите, здесь Иоанн говорит о том, что был свет, который просвещает всякого человека, входящего в мир, но почему-то не все люди, которые имели возможность, сказал же, принять Христа, приняли его. И не все родились от него. Мы с вами знаем, что никто из нас здесь сидящий не запланировал свое рождение. Нет ни одного человека, который мог бы сказать, я решил родиться такого-то числа у таких-то родителей в такое-то время. Все мы родились без нашего участия, правда? И здесь очень важное слово есть, которые не от хотения мужа, не от хотения плоти, да, не от крови, но от Бога родились. Итак, мы говорим о том, чтобы свет стал доступен, понятен, открыт людям, нужно, чтобы Бог провел свою интервенцию, чтобы Бог обратился к этому человеку. Когда мы рассуждаем о реакции на Бога со стороны человека, мы чаще всего говорим о том, что можно отреагировать двояко по отношению к Богу. Одни люди отвергают Бога и не желают быть послушными Его закону, другие принимают Его и живут по тому, как Он хочет. Но сегодня я бы хотел поговорить на нечто неожиданное для здесь людей, потому что сегодня у нас выезд преимущественно церковный. И поэтому, как я сказал, это будет такое пасторское слово к людям, к нам с вами. На самом деле, отвергнуть Бога можно так же двояко. Спасибо большое. Как это реагировать на Бога двояко? Ну и отвергнуть Бога можно двояко. Одни люди, несомненно, отвергают Бога, потому что они не хотят быть покорными Богу, либо они просто игнорируют Его, либо Он просто им неинтересен. Но есть категории людей, которые послушны закону Божию, которые исповедуют Бога, которые стараются своей жизнью идти за Ним, но в действительности отвергают Его закон и Его самого. Почему? Потому что они послушны Богу ради того, чтобы что-то получить от Него. они послушны Богу ради того, чтобы обрести или заработать себе спасение, удовлетворение, принятие, в конце концов. Они на самом деле ставят свою праведность мерилом того, как Бог их будет принимать. Они придумывают свои стандарты, по этим стандартам живут и чувствуют себя добрыми или благочестивыми людьми и считают, что они заслуживают того, чтобы Бог их любил, Бог их благословлял, Бог дал им дверь в небо. Настоящее же Христово Евангелие, оно отличается от этого. Оно отличается и от неверия, или, как говорили французские философы, нерелигиозности, ведь нерелигиозность, она бывает разная. Это может быть просто игнорирование Бога, это может быть атеизм, противостояние Ему. Но вот то, о чем я говорю, это на самом деле некий морализм, когда я своими стандартами, правилами, это сущность и обычная религия, пытаюсь заслужить удовлетворение, спасение, смысл жизни обрести, угодить Богу, ожидая, что Бог меня за это вознаградит. Вот такая, знаете, духовная реальность, то, о чем я говорю сейчас, она проходит через все Писание. Например, когда Бог спасает израильтян из рабства, то когда Он дает им закон? Он дает им до избавления из Египта или после избавления? Да, Он дает им после. То есть, на самом деле, они были избавлены не на основании своих дел, а на основании Божьей милости. Но когда они получили закон, то удивительное слово говорит им Господь, мы читаем это в книге Левит, книги Второзакония, у пророка Иеремии даже читаем, что можно быть людьми, которые послушны закону, но все же не покоряющиеся Богу, потому что сердца их не обрезаны. То есть, внешне они религиозны, внешне у них все правильно, но на самом деле они Богу не служат. Нет, они внешне служат Богу, они внешне, может быть, даже проявляют чудеса посвящения, ревность, они даже говорят о Боге, они даже творят какие-то дела во имя Бога, но в действительности сердце их желает все это делать ради себя, ради своих целей. Я думаю, мы с вами это хорошо видели в послании к римлянам. Первые четыре главы. Апостол Павел рассказывает сначала об аморальных язычниках, которые были потеряны, которые были далеки от Бога, которые не принимали Бога. А потом, со второй главы, вдруг неожиданно, по третью главу, апостол Павел говорит о иудеях, которые верили в Библию, которые старались исполнять закон, которые были моральными людьми. И Павел говорит, что они так же потеряны и так же далеки от Бога. Вот что он пишет в самом конце этой своей секции, третья глава стиха 19, 9 стиха. «Итак, что же, имеем ли мы преимущество, то есть мы иудеи? Нисколько, ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и елены все под грехом, как написано, нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога». И последняя фраза Павла, конечно, была шокирующая, потому что он заявил, что тысячи людей, мужчин и женщин, которые ежечасно пытаются угодить Богу своими добрыми делами, в действительности на самом деле, даже несмотря на то, что они верят Божьему Слову, в действительности они были потеряны и далеки от Бога. Я сегодня хочу всех нас побудить серьезно подумать над собою. Вот я тот человек, который старается угодить Богу, я тот человек, который старается жить по Писанию, действительно ли я верю в Евангелие или нет? Действительно ли я живу по Евангелию? На что я опираюсь в своем оправдании, на свою личную нравственность, на соблюдение каких-то правил религиозных, или я полагаюсь только на Христа Иисуса? Ведь на самом деле Евангелие – это поиск Бога во Христе ради своего спасения, только по благодати, только через веру. Все остальное, если я ищу удовлетворение, смысл, наслаждение, это не Евангелие, это религия. И в Евангелиях, в Новом Зайтихе постоянно сталкиваемся с тем, как Писание нам приводит подтверждение этой мысли на примеры Христа, который встречается с разными людьми. Помните, он встречается с фарисеем и мытарем, фарисей – падшая женщина, подчленная толпа и одержимый мытарь. В конце концов, даже известная история 3 глава Иоанна, 4 глава Иоанна, в 3 главе мы видим Никодима, благочестивого члена Синедриона, и падшую женщину-самарянку. И самое интересное, во всех этих историях, тот, кто был менее религиозен, нуждался в Иисусе и приходил к нему за помощью. Тот, кто был более религиозен, тот, кто пытался заслужить спасение и Божие благоволение своим нравственным, своим поступками, своим поведением, он оказывался вне Божьей благодати. В конце концов, даже Никодим ушел тогда, услышав Иоанна 3,16. «Ибо так возявил Бог мир, что отдал Сына Своему народу, но дабы всякий верующий у Него не погиб, но имел жизнь вечную, он все же ушел из того дома, где был Иисус, все еще погибшим человеком, потому что он не принял эту весть». Он все еще считал, что он может заслужить Божие спасение, заслужить Божие благоволение своей жизнью, своими поступками, своим статусом, своим положением, своими делами. И вот тут возникает, друзья, большое искушение верующего человека. То, ради чего я начал весь этот разговор, то, ради чего мне сегодня хотелось обратиться к вам как к пастору, то, что, я надеюсь, заставит нас переоценить многие вещи в своей жизни. Какое есть искушение верующего человека? Мы с вами, здесь находящиеся, слышали Евангелие, что Иисус Христос умер за наши грехи, нам нечего добавить, нам нечего убавить от этой жертвы, она была совершенно за все наши грехи. Мы также слышали, что потому что Иисус умер за нас, Он был на нашем месте, то теперь счастье, радость, удовлетворение, насыщенность, полноту жизни мы обретаем в Нем, в Иисусе Христе. Он есть тот и та личность, которая нас насыщает, вдохновляет, ободряет, направляет, любит, насыщает, ведет по жизни. Одним словом, Евангелие, Божье спасение, это не просто о том, что Бог простил мои грехи только, но то, что и Бог меня любит, и то, что Бог есть самое большое богатство, ценность, смысл, цель, удовольствие, наслаждение в моей жизни. Все, что в этом мире не может сравниться с Ним и дать мне даже толику того, что я получаю в Боге. И вот когда я в это уверовал, я забываю об одной вещи, или я попадаю в одно искушение, вот мое сердце, мне очень нравится, как сказал Мартин Лютер, оно по определению всегда рождается в одном режиме, это греховные желания. Иисус об этом говорит. Из сердца человеческого исходят лукавые подозрения, помыслы, блудеяния, прелюбудеяния и так далее, и так далее. И Еремия говорит об этом, лукавость человеческого более всего и крайне испорчена. Но когда мы рождаемся, в наше сердце включено режим такой греха. Когда я уверовал в то, что Бог прощает меня, и Бог переключил мое сердце в новый режим, режим Божьей благодати, по причине моей греховной природы, окружающего греховного мира, моей невнимательности в моей жизни, я переключаюсь в своем сердце снова на режим греха. Но теперь я верующий, и мое переключение происходит не то, что я стал пить, курить, блудить, может быть, оно переключается на другой режим, режим не неверия, а на режим религии. Я стараюсь теперь заслужить чувство удовлетворения, обрести чувство спасения, уверенности, безопасности через то, что я делаю. Я служу в церкви, пою в хоре, я иду благовествую, я участвую, я не делаю то, я не такой, как эти, и тем самым я обретаю чувство собственного достоинства, уверенности, безопасности, но сердце мое уже включилось на режим не Евангелия, не благодати, а на режим религии, недоверия Богу. Мы обретаем уверенность в спасении, наша уверенность в принятии Христом, в нашем личном освящении, в искренстве нашей веры, в нашем прошлом опыте покаяния, в нашем служении, в нашем сознательном послушании Богу, в наших чудесах или каких-то особых деяниях, которые Бог через меня совершает. Тем самым, я именно в этом ищу уверенность, спокойствие и безопасность. Если я благовествую, или я что-то творю, или Бог хочет мне что-то делать такое особенное, я уверен, я принят, я любим, Бог со мной, я безопасен. Если у меня так же тихо, спокойно, ничего особого не происходит, дети плачут, там трудности на работе, такая сумма, что я уже не такой, и все не так происходит. Понимаете, вдруг получается такая ситуация, что я уже просыпаюсь с утра, и я не говорю, я принят Богом, и я могу жить дальше, а я вдруг начинаю что-то делать, чтобы ощутить, что я принят. Я что-то начинаю творить, чтобы почувствовать, что я любим. Это правда? Так в жизни происходит нашей, правда? Ты любишь меня или нет, спрашивает жена. Докажи. А ты меня любишь или нет? Нет, покажи. А вы меня цените, как сотрудник или нет? Дайте мне бонус. А ты нам заработай сверх плана, тогда мы тебе дадим. В нашем мире система закона, система религии работает везде. Есть свои системы стандартов и ценностей. Если ты им удовлетворяешь, то ты получаешь. Если ты это не делаешь, ты ничего не получаешь. Но в Евангелии этого нету, потому что получил все наказание Иисус, а я полностью прощен. Но потому что я так долго жил на этом неправильном режиме своего сердца, я втаскиваю это ложное мышление, ложную концепцию в мою жизнь. И я начинаю думать, о, сегодня я почитал Библию с утра, теперь Бог меня не любит. О, у меня трудности на работе. Бог теперь от меня вообще отвернулся. А если я почитаю два раза, то Бог точно это заметит. И, значит, на работе поможет, и в отношениях поможет, и зарплату повысит, и отношения у меня изменятся тем и другим человеком. И я начинаю тем самым зарабатывать Божие благоволение, зарабатывать Его любовь. А если я не делаю, я начинаю смущаться, переживать. Я строю свою систему праведности, систему своих законов, терплю поражение, получая неуверенность, смущение. И тем самым я становлюсь несвободным человеком. Люди, которые перешли снова с Божьей благодати, вот с этого принятия безусловного Христом, они попадают в ловушку неуверенности, несвободы. Эти люди часто весьма горды в своем поведении, либо готовы себя защищать сразу, либо они критикуют других, чтобы снова себя защитить. Они редко полны утреннего гнева на других людей. Это все проявление того, что внутри они не живут по Евангелию. Они стали жить по закону. Они стали жить на основании религии дел, а не Божьей благодати. Поэтому я сегодня вам дал такую табличку. Она есть у вас в книжках, которые вы, вероятно, забыли многие. Но ничего страшного. Я же ваш пастор знаю, что вы забываете. Поэтому я прочитаю вам эту табличку. Она очень важна. Возьмите ее и дома поизучайте внимательно. В чем различие религии и Евангелия? Религия говорит, повинуйся и будешь принят. Евангелие говорит, я принят, поэтому я послушан. Видите, да? Мотивация религии это чувство страха и неуверенности. Я боюсь, что меня накажут. А вдруг я мало поминовался, а вдруг я мало сделал. Постоянная неуверенность, смущение, сомнение. Евангелие благодати учит меня, что моя мотивация это благодарная радость. Бог принял меня, Он спас меня, Он любит меня. Это абсолютно верно, это точно. Религия, я послушан Богу ради того, чтобы получить от Него. Евангелие, я послушан Богу, потому что я хочу Его больше знать. Я хочу быть больше на Него похожим. Я хочу Его на самом деле. Религия меня заставляет негодовать, смущаться, переживать, злиться даже на Бога и на людей, если все обстоятельства происходят не так, как нужно. Если я женатый человек, я буду ругать мужа или жену, винить детей. Если я в церкви, то все виноваты вокруг. Это они так довели. Это все из-за них происходит у меня. Я злюсь на Бога. На Бога как бы уже стыдно злиться, злюсь на людей, потому что я хочу контролировать свои обстоятельства, потому что я хочу комфортной жизни, потому что я верю, что если я делаю все правильно, у меня должно быть все хорошо. Евангелие же знает, даже если Бог посылает в мою жизнь трудности, Его отеческая любовь со мною все равно. Он меня не разлюбил. Он там со мною. Религия меня побуждает, когда меня критикуют, защищаться страстно, негодовать, либо испытывать чувство отчаяния, потому что я хочу быть хорошим, я хочу всем угодить, я хочу чувствовать, что я лучше, чем другие, а меня критикуют. И я защищаюсь. Либо я просто огорчен душой и обижен, потому что это угроза для моего имиджа. Евангелие же меня показывает, что даже если меня критикуют, все это не проблема на самом деле, потому что я знаю, что я нехороший человек. Я не хочу, чтобы люди думали про меня, что я хороший человек. Я на самом деле знаю, что моя идентичность сейчас не в моем прошлом и даже не в моем настоящем. Она в Иисусе Христе, потому что я облечен Его праведностью. И Он за меня отдал жизнь. Религия меняет мою молитвенную жизнь. Я молюсь только по нуждам, и чем тяжелее мне, тем больше я молюсь. Прошу, чтобы Бог изменил. Евангелие же радует меня тому, что Бог даже знает, сколько у меня волос на голове. Поэтому я просто благодарю Бога чаще. И я хвалю Его чаще, потому что Он знает все нужды мои, прежде моего прошения. И у меня скорее благодарность, чем только просьба. Моя самооценка очень сильно колеблется между двумя полюсами. Если я соответствую своему стандарту, я радуюсь, но я горжусь и смотрю на сакан других людей. Если же я не соответствую своему стандарту, я смиренный, конечно, но я такой неуверенный, я чувствую себя неудачником. Евангелие же учит меня, что моя самооценка теперь не основана на моих моральных достижениях. Потому что я на самом деле был очень плохой, что Иисус пошел на землю, чтобы умереть за меня. Но я настолько им любим, что Он пошел это сделать ради меня. И поэтому я свободен, я знаю, что Он не разлюбит меня. Потому что я ничего не могу сделать, чтобы Он меня любил больше или меньше, потому что и до этого Он пошел умирать за меня, когда я был грешником. Помните, да? Римлянам 5 главе стих 8. «Ибо Христос умер за нас, когда мы еще были кем? Грешниками». Если Он полюбил меня, когда я был грешником, то же тем более сейчас, когда я стал Его сыном или дочерью. Моя идентичность на самом деле не связана, а так религия учит на моих делах, на моих достижениях. Поэтому я смотрю с цакана тех, которые не соответствуют моим стандартам, либо ленятся, либо не делают так, как я думаю нужно делать. Они мало молятся, они мало читают Библию, они мало ходят на улице, они мало что делают для Бога. Они недостойные люди, а вот я достойный человек. Через меня Бог действует, а через них, ленивых, непосвященных, Бог не действует. Я смотрю приближение на людей с чувством высоко, такого превосходства, но когда моя идентичность находится в Боге, который умер за меня, который умер за своих врагов, то я не буду смотреть с цакана людей, какие бы они ни были, даже если они видимым образом хуже, чем я. Религия побуждает, чтобы я рассматривал либо свое происхождение, либо свой образ поведения как основную причину для того, чтобы Бог принимал меня. И мое сердце, на самом деле, заполнено разными идолами, будь то таланты, моральные достижения, личные дисциплины, социальный статус и так далее. Мне во что бы то ни стало нужно иметь все это, потому что они есть, моя надежда, моя значимость, цель, счастье, безопасность, уверенность, что бы это мне говорил в своей вере. И когда у меня происходят трудности какие-то, я сразу же напрягаюсь, сразу же, потому что это подрыв моей безопасности. Но если я верю в Евангелие, то я знаю, что это здорово иметь, семью, хобби, может быть, служение особое, работу, но ни одна из них вещей не является определяющей для меня. Ни одна. Я считаю, что я не обязан обязательно им обладать для того, чтобы быть счастливым, потому что счастье мое в Боге, потому что смысл моей жизни в Боге. И даже если я теряю что-то из этих вещей или не получаю что-то из них, я не отчаиваюсь, я не горюю, потому что я знаю Иисуса, я не потеряю, Он со мной. Ничто не может улучшить меня от Его любви. Понимаете, нам нужно ввести очень важное различие в своей голове. Послушание Богу ради вещей от Него или послушание Богу ради Него. Послушание Богу ради своего спасения, чувства уверенности, безопасности, смысла жизни, либо послушание Ему из чувства благодарности, потому что все это я уже в нем обрел. это большое различие между религией и настоящим христианством. Поэтому второй пункт. Где нам взять силу для изменения? Вот я все это увидел в себе. Я верю, что оказывается, я скатился, и сердце мое переключилось на неправильный режим работы. Где мне взять силу для изменения? Как меняются люди? Или я назвал этот пункт боремся с бихевиоризмом? Есть такая психологическая теория, поведенческая теория, то есть надо корректировать поведение человека в зависимости от среды, от мотивов и прочих вещей. Обычно люди говорят так, я не буду лгать, потому что, если я буду лгать, у меня будут проблемы на работе, в отношениях, может быть, я что-то потеряю. Или они говорят, я не буду лгать, потому что я не такой ужасный и плохой, как он те люди. Понимаете, у человека, который живет на основании религии, в своем сердце, у него два больших мотива, почему он не делает грех. Два больших мотива. Это страх, я что-то потеряю, Бог меня накажет, Бог мне что-то не даст, люди видят, что я не такой хороший, люди заметят, что я не такой хороший и пасторы не дадут мне ответственное служение, например, или на работе меня не повысит, или моя малая группа будет про меня плохо думать. Страх. Страх перед Богом и людьми. Вторая мотивация, это гордыня, гордость. Я лучше, чем другие, я должен доказать, что я лучше, чем другие. Они читают Библию две главы в день, я буду читать три главы в день. Они молятся 15 минут, я буду говорить, что я молюсь полчаса, нет, полчаса мало, три часа в день я молюсь. Вы чувствуете, какой я особый. И распирает гордыня моя. Это мотивация, почему я три часа молюсь. Я на самом деле три часа молюсь. Но это гордыня, не Иисус. Потому что я хочу сравниться с теми, которые молятся только 15 минут. И я получаю чувство удовлетворения. Я лучше. Господи, я не такой, как этот грешник, который только 15 минут. И только одну главу читает. Я вот уже Библию два раза прочитал за год. Читаю на третий раз. Я понимаю, что, наверное, никто не прочитал три главы, три раза в Библию в этом году. Это хорошо, прочитать три раза в Библию в этом году. И вот будущий год начинается. Почитай Библию полностью. Но не надо сравнивать себя с другими. И не надо хвалиться. Потому что, когда ты читаешь Библию ради Бога, то Библия будет менять тебя. Делает тебя скромным. Понимаете, христиане могут поступать весьма морально, чтобы избирать наказание или укрепить свое самоуважение, самоуверенность. Они могут управлять чудеса жертвенности, посвящения. Они могут жертвовать деньги, время, ради бедных, ради любви, любви к ним, к своей семье, даже ради верности к Божьему закону. Но делать это все не ради Бога, а ради гордыни, либо ради страха. На глубине, там, вот сердце, на самом глубоком уровне, они ожидают, что Бог благословит их за такую жизнь, что Бог им даст какой-то успех, продвижение какое-то за их добродетельность, за их щедрость. Они любят Бога ради Него самого, они любят себя и свои желания. Они делают это, они используют Бога ради того, чтобы что-то получить от Него. Они хотят либо отвеченных молитв. Господи, дай мне мужа или жену, хорошую работу, наконец-то квартиру на Тверской, продвижение, чтобы я был в Форбсе. Да нет, что в Форбсе, мама в Форбсе, ладно, я готов, Господи, просто работать в Газпроме. Я жду, что Бог мне это даст. Я строю свои отношения, контакты, молитвы, жизнь вокруг вещей, вещей от Бога, но не вокруг Бога. Бог не центр моей жизни, а вещи от Него. Я это делаю ради успеха жизни, ради спасения после смерти. Поэтому такие люди делают добро не ради Бога, но ради самих себя. Их поведение меняется, их поведение меняется по действиям собственной силы, собственной мотивации, силы собственных интересов и желаний. Но в действительности эти люди не меняются. Почему? Во-первых, это эгоцентризм, эгоцентризм чистой воды. Эгоцентризм не может изменить нашего сердца. Он может дать нам временное изменение, он может дать нам сильный мотив, побуждение, в конце концов, дать нам новую форму реализации нашей гордыни, нашего эгоизма, но в сущности мотивация построена на страхе и на гордыне. во-вторых, если мы возьмем какой-то кусок металла и пожелаем его изменить, то кусок металла не изменишь, если его предварительно не нагреешь. Понимаете все это, да? Металл должен быть раскален, чтобы из него можно было что-то лепить. Если металл не разогреть, а просто его согнуть на время, он согнется, но потом, когда отпустит, что произойдет? Он снова вернется в ту же форму. Люди, которые мотивируются не Евангелием, люди, которые мотивируются не Богом, а мотивируются страхом или гордыней, это люди, которые катаются по американским горкам, по своим грехам зад-вперед, постоянно, потому что, как только они напрягли свою волю, приложили массу усилий, они вроде перестали смотреть партнографию две недели, а потом снова вернулись туда же, потому что им просто стало стыдно уже перед своими друзьями говорить, что, знаешь, снова согрешил. Понимаете, друзья являются мотивом. Люди не говорили долго лжи и хотели показать, какие они молодцы. Целый месяц ничего не говорили, но уже даже этим солгали. Все вернулось обратно в другие свои, потому что это их сущность, это состояние нашего сердца, оно в этом состоянии находится, именно поэтому люди, церкви, к сожалению, наполнены порой конфликтами, сплетнями, потому что люди там находящиеся, это люди, неизменившиеся грешники, сердце которых переключилось просто снова на режим греха, неблагодати. Их согнули, Божию благодать, прогнулись, но они не стали по ней жить, и все вернулось туда же, округи своя. Продолжая аналогию, про этот металл, если его, ну, не нагреть, да, а просто гнуть, можно дальше гнуть, 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 что с ним произойдет? Он сломается. То же самое и грешник, если он не пропитан Божьей благодатью, Божьей любовью, Божьей радостью, Божьим спасением, он просто сломается, поэтому люди, живущие по религии, это люди поломанные, напряженные, души их просто исковерканные, сломанные. Но когда Евангелие благодати приходит в наше сердце, оно расплавляет наше сердце. Божья радость, Божья благодать, Божья любовь производит нас эту благодарность особую, новые наклонности, которые меняют наше сердце изнутри, которые направляют нас по-другому, которые меняют наши мотивы, меняют нашу систему ценностей. Евангелие меняет наше мышление, мышление меняет наш характер, характер меняет наше поведение. Мне нужно поменять сердце мое, то, кто я есть, как я думаю, как я мыслю, как я живу. Это может сделать только Евангелие. Поведение, бихавериза не поменяет, только временно, сердце он не изменит, поэтому все время меня с рукой своя либо сломает меня. Без этого жара, жара Божьей любви, радости, благодарности, благодати, я не смогу измениться. Я либо вернусь обратно, либо сломаюсь. Давление на волю мою произойдет какие-то временные изменения, но не изменит меня принципиально. Итак, это изменения, основанные на моем, знаете, силе воли, на морали. Как же изменения, основанные на Евангелии? Я приду несколько примеров из Писания. Во втором послании Коринфина, 8-9 глава, апостол Павел много говорит с верующими в Коринфской церкви о том, чтобы они поучаствовали финансово в жизни других людей. Вообще, мне очень интересно читать апостола Павла через призму нашей современной жизни. Мне часто приходится бывать на разного рода конференциях, мероприятиях, и я вижу, как люди собирают там деньги. Я вижу, как по телевидению сегодня собирают деньги на Олимпиаду в Сочи. Я вижу, какие рекламные листы я получаю от разных христианских организаций. Знаете, что обычно используют? Апостол Павел, так, кстати, вот он не использует свой статус. Я апостол, давайте быстренько все участвуйте. Не использует свое положение. Я тот, кто основал церковь там, давайте быстро. Он не давит на их волю, он не давит их своим статусом, он не давит на их чувства, он не говорит, если вы пожертвуете, вот они, бедные дети в Иерусалиме страдают, дайте им денег, дайте им есть, если вы пожертвуете, вот что произойдет. Сто детей накушаются. Десять родителей станут счастливыми. Он не использует давление на волю, не использует давление на чувства, но что он делает? Меня поражает его подход, он вообще не соответствует тому, что я вижу в этом мире сегодня. Вот что он пишет, я читаю из 2 Коринфа, 8 глава, стих 9. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа. Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились его нищетой. Он берет и использует пример Христа, который отдал все, оставил славу небес, пошел на крест ради нас и говорит, Иисус отдал все, что у него было ради тебя. Не жури тебе трудно отдать то малое, что у тебя есть. Он использует мотивом Христа и его поступок. Он использует Евангелие мотивом, чтобы оно стало движением их сердца. И они из-за этого пожертвовали. А не потому, что на них надавили или потому, что их заставили сострадать, а он побуждает их, чтобы они, видя славу Христа, видя его жертву, видя его деяние, пошли и отдали от сердца. Мотивом их движения жертвенности становится Евангелие. Или еще один пример из апостола Павла. Опять же, посланник Евсеанам, пятая глава, он там рассуждает о отношениях между мужем и женой, особенно о мужьях. В то время, когда он писал, семья – это было совершенно коммерческое предприятие. люди женились в сущности по двум причинам. Основным причинам. Первая причина – наследство, статус какой-то можно получить. Второе – нужно наследников получить, нужно потомство иметь. Поэтому, на самом деле, мужчины относились к женщинам, это не как сегодня пишут в средневековых романтических романах или в романах первого века придумывая всякое галимантю. Такого просто не было там. Даже многие поэты древности писали оды не своим женам, а писали другим девицам и женщинам. Жена – это была некая собственность, которая должна была провести либо потомство, либо дать хорошее наследство, как приданное, либо какой-то статус. Все. И Павел говорит им, чтобы они были не только верные своим женам, но он говорит, чтобы они их любили, понимаете, любить бизнес-проект. Любили, были нежны к ним и почитали их. И как он это хочет добиться? Он говорит, ах, если я приду к вам в Эфес и увижу, что вы так поступаете, я вам всем дам апостольским таким вот жезлом. Или, ну что же вы так поступаете, я прочитал историю про ужасную веренику, как же вы так могли вообще? Что он берет? Он берет Христа, этого высшего супруга, супруга для церкви, показывает, как он отдал себя, как он полюбил церковь, не потому, что она была красивая, а он сделал ее любимой, потому что захотел ее полюбить, отдал всего из себя полностью ради нее и говорит, вот вам пример, вот она Евангелие, которым вы спаслись, которое должно стать мотивом вашего сердца, чтобы вам радикально любить своих жен. То есть, ты ищешь мотив любви не в ее поведении, не в награде от Бога, а в самом Евангелии, который живет в твоем сердце. Но больше меня поражает послание к Титу, потому что он очень близко к нам сейчас. То, о чем я говорю, это 2 глава, стих 12. Апостол Павел призывает там читателей своих отвергнуть нечестие, мирские похоти и жить благочестиво, жить целомудренно, жить праведно. Вообще интересная фраза. Очень соответствуют для нас сегодня те, которые борются со своими грехами, те, которые хотят изменить свои жизни, что-то, которые хотят войти в Новый год наконец-то друг. Там тоже что-то сломалось точно уже, но я работаю. Спасибо. Это если только скажут мне ведущие. Я положу сюда. Спасибо большое, Надь. Подумайте теперь, как можно бороться с неблагочестивым поведением в своей жизни. Я несколько вариантов вам дам. То есть Павел говорит, нужно отвергнуть нечестие, отвергнуть мирские похоти. Вот что можно сделать. Во-первых, я не буду так жить греховно, потому что я буду выглядеть плохо перед людьми. Про меня напишут в Фейсбуке, Вконтакте, меня заметят люди из церкви, мои родные, близкие. Второй вариант. Я не буду так поступать, потому что меня еще, ой, ужасно, еще от церкви отлучат. Или меня не будут приветствовать в этой группе, или мне не будут работать там в людевской команде, или мне просто не возьмут вот в этот круг к общению, где я хотел бы оставаться. Третий момент. Если я буду грешить, то Бог меня что сделает? Накажет! Я не хочу наказания, я хочу успеха, богатства, здоровья и всего остального хорошего от Бога. Я не буду грешить, потому что, ой, ужасно, Бог меня вообще в ад еще пошлет. Я не буду грешить, потому что я себя перестану уважать, а я же хороший человек. Понимаете, я могу продолжить этот список, почему человек может сказать нет этим греховным поступкам, но все в сущности это, это будет элементарное движение греховного сердца моего, это импульсы эгоистичного сердца моего, которые желают побудить меня покориться внешним правилам ради того, чтобы что-то иметь ради себя, а не потому, что я Бога люблю. Поэтому мотив, который будет стоять за моим поведением, определенно будет не любовь к Богу. Это будет использование Бога ради своих целей и интересов, таких, как, например, самоуважение, успех, имидж, общественное признание в конце концов. Я могу говорить правильные слова, я могу лицемерить, гать, обманывать, только ради того, чтобы все это иметь. Павел в этом послании не использует ни один из этих подходов. Но что он использует? Меня это больше всего поражает вообще. Это удивляет меня. Вот что он пишет. Я читаю стиха 11 по 12. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человек, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечесть и мирские похоти, целомудренные, праведные и благочестиво жили в нынешнем веке». О 3-й главе и 5-м стихе Павел говорит, что такое благодать, он говорит, и благодать у тебя спасены через веру. Да? Это в послании Георгии, он говорит, он спас нас не по делам праведности, которые мы сотворили, а по своей милости, бане возрождения и обновления Святым Духом. В 3-й главе часто думаем, что Евангелие это то, что я один раз принял и все, до свидания. Нет, Евангелие переключило сердце мое, когда я принял, но Евангелие мне нужно для того, чтобы режим моего сердца остался на Евангелии. Мне нужно Евангелие как мой тренер, который учит меня, слово научает, буквально можно перевести как дисциплинировать, воспитывать, наставлять. То есть мне необходимо позволить Евангелию стать моим побудительным мотивом, почему я делаю то или иное. Мне необходимо, чтобы Евангелие настолько пропиталось в меня, чтобы оно стало системой моих ценностей, моим мирозрением, чтобы оно изменило мои взгляды и систему моей мотивации, чтобы оно стало моим мотивом. Оно, Евангелие стало. Мне необходимо проходить курс тренировки наставлением Евангелия постоянно. Почему мне так это важно? Потому что мое сердце построено на удовлетворение моей внутренней нужды. У всех людей есть по крайней мере три больших нужды. У всех людей, сидящих в этом зале. Я хочу, чтобы меня любили, уважали, принимали. Есть такие, которые не хотят, чтобы их любили, уважали, принимали. Уверен, что все здесь сидящие хотят этого. Даже сын ему недавно сказал, папа, ты все время говоришь, ты все время меня обличаешь, ничего даже доброго про меня не скажешь. Он хочет, чтобы улюбили, уважали, принимали тоже. Но я его люблю, уважаю, принимаю, но как отец учит сына, вот хочет скорректировать те или иные вещи, но надо тоже их похваливать периодически за добрые, правильные дела. Во-вторых, мы все нуждаемся в том, чтобы контролировать нашу жизнь, чтобы испытывать безопасность. Правда? И, к сожалению, мы нуждаемся во власти над другими, чтобы повышать свою самооценку. Мы хотим иметь о себе более лучшее мнение, более высокое мнение. Все это ради того, чтобы быть удовлетворенными, быть счастливыми. Когда я получаю все это во Христе, я обретаю в Нем любовь, принятие, я обретаю в Нем безопасность, я обретаю в Нем уверенность, я обретаю в Нем удовлетворение. Когда я сталкиваюсь с Богом, полным благодати и истины, Он, тот свет, который входит в мою жизнь, тот, кто возрождает меня Духом Святым, тогда я меняюсь. Но если я не меняюсь, если это только просто мой интеллект, только мой интеллект, тогда эти нужды моего сердца, желания любви, принятия, уважения, безопасности, самооценки, что будут делать со мной? Они будут меня контролировать и направлять в мои поступки. Мое сердце будет направлять в меня. И что бы я ни говорил о своей вере, я могу декларировать, что я верю. Вот там, глубоко в сердце, вот она будет мой основной мотив, вот будет основная причина моих поступков, действий и поведения. Но когда истина, Евангелие, преломленное Духом Святым, когда Дух Святой от Бога родились, приходит в мою жизнь, то происходит перемена. Но не только Дух Святой меня возрождает, Он меня и дальше Дух Святой ведет, для того, чтобы постоянно хранить мое сердце в состоянии Евангелия, в состоянии благодати. Очень интересное слово из Эфесянам, глава 3, стих 16 по 19, там интересное слово говорит, крепко утвердиться вам в вашем внутреннем человеке. Казалось бы, они уже верующие, но Он говорит, надо утвердиться вам. Почему? Нужно Евангелие утвердиться в вашем сердце. Вы уже веруете, нам нужно познать со всеми святыми, что есть широта, долгота, помните, высота, вот про любовь Он говорит, чтобы она в вас утвердилась наконец-то. Потому что у нас есть эта склонность. Когда же Евангелие укореняется во мне, то она разрушает все ложные мотивы, которые у меня уже сидят в душе. Я перестану лгать, потому что я обычно лгу ради своей репутации, какой-то выгоды. Я уже не буду переживать, если меня подумают плохо, даже справедливо подумают, потому что моя репутация теперь во Христе. Я не буду действовать в гневе, потому что никто не может забрать мое богатство, которое я имею во Христе. Я не буду действовать на основании гордости или страха. Евангелие разрушает во мне гордость и страх. Оно разрушает гордыню, потому что я был настолько плохой, потерянный, что Иисус за меня умер и разрушает мой страх, потому что никто и ничто не может уменьшить или прибавить любовь Божию ко мне. Когда мы полностью принимаем эти истины, то эти истины начинают менять меня. Сердце мое меняется. Я уже начинаю действовать по другим мотивам. Я уже действую по причине любви к Богу, а не любви к этим вещам. Кто-то скажет, это мой такой 2-3 пункт, а неужели просто нужно только верить? Неужели не нужно каких-то усилий, может быть, стараний каких-то? Знаете, вот я на эту тему прочитал массу христианской литературы. Некоторые ругают друг друга, некоторые спорят друг с другом, но мне кажется, что они в сущности пишут об одном и том же, просто порой вкладывают немного разные понимания в одни и те же определения. Но я вот как это объясню, чтобы было понятно всем. Я не говорю о том, что вам нужна дисциплина, самодисциплина и усилия. Когда вы побуждаемый сделать что-то плохое, даже если в этот момент вы не верите сильно в Евангелие или вы его забыли даже, даже если в этот момент вы сильно любите Бога, все равно не делайте плохо, приложите свое старание, даже используйте его рода аргументы. Ну я же, если ударю этого человека меня с ним же в церкви сейчас в воскресенье, или мы с ним находим одну малую группу, или если я так скажу этому человеку, или оскорблю его в письме, он же еще потом напишет пастором, или просто увидит меня в церкви перед хлебом преломлением. Пусть это не из-за любви к Богу, потому что Бог, в конце концов, достойен того, чтобы мы поступали правильно, даже если у нас нет сейчас самого лучшего мотива. Я объясню сейчас это очень на примере. Представь себе ситуацию. Вот дерево, на дереве находятся птенцы находятся там, и один из них бац и упал. Ну, как даже дети носятся здесь, носятся по-раменскому, и один бац и упал. Потом приходит с больными зубами, языками. Он упал, а там рядом пробегала леса. Леса обрадовалась, упал птенец, сейчас его съедим. А вот в корнях этого дерева есть такая щелка, куда можно залезть. И леса попытается, конечно, схватить его, но не дотянется. Что делать этому? Птенцу скажут, ну, я же птица, я должен летать. А летать он еще не умеет. Ему надо быстрее туда лезть, чтобы остаться живым. Но понимаете, если даже он научится быстро бегать, как страус, но не научится летать, все-таки найдется какой-нибудь более быстрый хищник там, типа леопарда, который его съест, в конце концов. Хотя леопарда не охотится за птенцами, но это для моей иллюстрации. Один из них, если птица всегда убегает от опасности тем, что убегает, а не улетает, это что-то ненормальное. Понимаете, послушание просто под действием воли моей однократно, это нормально, но если в конце концов моё послушание Богу станет не причиной моего мотива в сердце, а просто моей волей только, это ненормально. в разовых акциях это хорошо, но для того, чтобы мои мотивы поменялись, нужно, чтобы изменилось моё сердце, а мне нужно Евангелие. Поэтому, как птенец, я добежал туда, в щель, но я жду того момента, когда я научусь летать. Поэтому я проповедую себе Евангелие, чтобы оно научило меня, чтобы оно пропитало все сферы моей жизни, все сферы моего мышления. Я молюсь Богу, чтобы Дух свой преобразил меня так, чтобы я начал жить этим Евангелием, чтобы оно было мотивом моим, так, чтобы оно начало извлекать из меняйки закостенелые грехи. Это смертоносное влияние, которое во мне уже. Понимаете, библейское решение проблемы неудаляемых грехов это просто дать Евангелию поменять мою систему мотивации. Например, если я борюсь с жадностью или скупостью, то я буду смотреть на Христа, который щедр и благ. Если я беспокоюсь о своих деньгах, о своем имуществе, потому что, в случае, если я беспокоюсь о комфорте, успехе и положении своем, то я вижу Христа, который достаточен для меня. И я даже буду успешно работать или менее успешно, я буду спокоен. Приезжаю ли я на Феррари, Майбахе или просто на Девятке, или вообще без машины, я спокоен, потому что мы богатство во Христе. Я не буду убиваться, что у моего друга больше денег. Я буду делать лучшее, что я могу, но я буду мотивирован Евангелием, а не страстью, конкуренцией, положением, статусом. Я буду человеком благодати. Если я имею свою семью, то я буду мотивирован не тем, чтобы мне добиться, чтобы моя жена сломалась, и мой муж наконец стал меня любить, а тем, что я буду радикально любить своего супруга, как меня учат в Евангелии, потому что так делает Иисус, высший супруг, который дает свою жизнь ради другого. Если я контролируюсь порнографией или сексом, понимая все больше и больше, насколько Бог насыщает меня, я буду сознавать, что секс не даст мне этого. Порнография не даст мне того, что углетворение, счастье, полноты, то, что не дает мне Христос. И тем самым мотивация будет меняться, я буду преодолевать те искушения, даже физические, которые будут возникать в моей жизни. Понимаете, что мы можем сделать, чтобы стать верными супругами, любящими родителями, щедрыми людьми, послушными детьми? Нам не нужно удваивать свои усилия, чтобы поступать по примеру Христа. Нам нужно понимание сути спасения у Христа. Нам нужно понимание Евангелия, чтобы это Евангелие заполнило все сферы моей жизни, так, чтобы оно изменило мое сердце, так, чтобы поменялся центр моего мышления, воли и чувств. Вера в Евангелие меняет мое сердце, меняет мою идентичность, меняет мировоззрение, меняет мою мотивацию, самооценку, меняет, в конце концов, мое сердце. И это изменение будет уже постоянным, а не просто временным. И вот этот вопрос такой, конечная цель этих изменений, это мой последний пункт. Ради чего все это так происходить? Мне очень нравится, конечно, работы многих авторов. Сегодня я так Мартина Лютера вспоминаю. Он хороший был брат. Конечно, у него там были некоторые нюансы интересные, но по принципиальным вещам он был очень прекрасный брат. Он однажды интересное слово подметил, одну интересную вещь. Он сказал, что первая заповедь, помните, «Да не будет тебя других богов при лицом моим», на самом деле идентична, ну, очень похоже, по сути, она однородна этой заповеди верить в Христа для того спасения и только по благодати, и только через веру. Потому что, в сущности, «Да не будет тебя других богов», это призыв, чтобы у тебя не было ничего и никого, кто бы тебе давал чувство уверенности, безопасности, удовлетворения, радости, смысла жизни, любви, спасения. А это то, что мы имеем во Христе, спасение через Христа, спасение во Христе через веру, по благодати. Это в сущности, что ничто и никто не может меня спасти, ни мои усилия, ни заслуги, никто и ничто не может дать мне чувство радости, счастья, полноты, удовлетворения, кроме как только Христос. Один. Поэтому Лютер так и сказал, что это заповеди, которые похожи. В сущности и так и есть. Потому что то, на что мы смотрим, ради безопасности, уверенности, надежды, восхищением, то, чем мы служим, на что мы полагаемся в нашей жизни, то, чем мы верим, это и есть наш Бог. Это и есть наш Бог. И поэтому-то я и хочу сказать сегодня ближе к этому концу о вопросе идолопоклонства. В действительности наши идолы могут быть даже очень хорошими вещами. Служение Богу в церкви, семья, достижение, работа, карьера, даже романтика, таланты. Но если они дают нам значимость, если они дают нам полноту и радость, в которых мы нуждаемся, в наше сердце, то они наши идолы. Потому что Бог сказал, да не будет у тебя других богов перед лицом Моим. Потому что идолы заставляют нас бежать за ними, падать перед ними ниц. И верным признаком идолопоклонства, друзья мои дорогие, верным признаком того, что вы идолопоклонник в своем сердце. Если у вас появляется чрезмерное беспокойство, гнев и подавленность. Когда идолы вас обманывают или когда идолы вас подводят, это то, что мы испытываем. Либо мы гневаемся, либо мы беспокоимся, либо мы подавлены. Если мы теряем что-то хорошее, то мы ограничимся. Но если мы теряем идола, то мы негодуем, мы просто опустушены. Если мы не избавимся от долопоклонства, на самом деле, мы никогда не исполним первую заповедь. Но вы знаете, что невозможно исполнить все остальные девять заповедей, если первую заповедь не исполняешь. Невозможно ни прелюбодействовать, ни обманывать, ни красть, и то, другое, третье, если я не исполнил первую заповедь. Если я ищу удовлетворение и счастье, и смысл жизни в чем-то или в ком-то другом, а не в Боге, я буду красть, потому что ложь, нулевая, я воровство, мне может дать больше имущества, положения, я буду красть, потому что она может дать мне чувство уверенности, повысить мою репутацию. Я буду на самом деле желать себе там невесту или жену другого, потому что я считаю в этом мое счастье и смысл жизни. Если Бог не стал для меня целью, смыслом, радость, удовлетворением, полнотою, то я идолопоклонник. Наши грехи, друзья, и проблема в наших домах, семьях, жизни, это все результаты идолопоклонничества. Я грешу, потому что я хочу испытать что-то, я хочу получить что-то, я хочу, в конце концов, удовлетворить что-то, то, что может только Бог дать. Я думаю, что то мне даст, это мне даст, тот мне даст, там мне даст, я грешу. Идолопоклонство есть корень всех наших с вами грехов и подавляющего большинства проблем в нашей жизни. Мы с вами в Новый год вступаем, да, уже. Хотите, друзья, иметь больше свободы? Уничтожьте сегодня всех идолов. Сделайте свалку такую и сожгите их. Если корень греха и долопоклонства, а долопоклонства есть нежелание смотреть на Иисуса, как достаточно для моего спасения и удовлетворения и счастья в жизни, тогда корень моего греха есть нежелание веровать в Евангелие. Именно поэтому мне нужна Евангелие. Евангелие, которое показывает мне, напоминает, утверждает, проявляет, спасает. Евангелие, которое есть в Господе Иисус. Иисус есть мое оправдание, моя праведность и мое искупление. Так как же, что же мне делать, чтобы уничтожить мое поведение? Что мне нужно делать, чтобы жить благочестиво? Решение не в том, чтобы я больше прилагал усилий и стараний, чтобы я запугивал себя, чтобы я начал делать правильные вещи еще с большей силой, чтобы я узнал, какие вещи правильные. Нет. Не нужно применить Евангелие, кидало моего сердца, чтобы Евангелие их изгнало. Чтобы они перестали быть альтернативой для моего сердца, моих мотивов, моих поступков, для моего спасения. Не нужно, мне невозможно добиться практической праведности, если я не буду радоваться праведности Христовой в моей жизни. До тех пор, пока мы не придем к тому, что мои сердца должны быть крепко укоренены в Евангелии, я всегда буду брать мотивационную силу в наших своих идолах. А вот теперь этот вот стих Писания, 2 Коринфянам, 3 глава, стих 18. Все, что я говорил, находится в этом стихе. Я не стал так вот раскладывать, как обычно, я делаю по пунктам, по словам. Знаете, я прочитаю теперь этот стих, и вы увидите, насколько этот стих говорит об этом. Мы же все открытым лицом, то есть у меня нету идолов, я открыт перед Богом, как в зеркале, мое зеркало, это Божье слово, взирая на славу Господню, на Господа Иисуса, на Его Евангелие, преображаемся в тот же образ, в образ Христа, от славы в славу, как от Господня Духа. Дух Святой меня преображает. Я желаю лучше знать Христа, я желаю лучше знать Его Слово, я открыт Его работе во мне, никакие идолы не заслазняют Его передо мной, моему взору. Я, начиная преображаться силой Духа Святого, Евангелие становится реальностью для меня. Бог преображает меня в образ Сына Своего Иисуса Христа, как и сказано в Риммена 8 глава, стих 29-30. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Бог желает увидеть в Себе истинных поклонников, которые подобны Его Сыну, которых Он желает прославить, приведя их в Свою славу, как Он уже некогда сделал отношение Своего Сына, первенца, Господа Иисуса, дабы была слава Божия конечной целью всего того, что происходит на этой земле, конечной целью всех вещей. И поэтому мы преображаемся в образ Христа, потому что если я живу ради идола в своем сердце, я преображаюсь в других людей, я преображаюсь либо дрюжащего, эгоистичного, жадного, скупого человека, либо вечно недовольной женщине, которая завидует другим, я на самом деле преображаю своего идола. Ложь, неправда, гнев, обман, язычество, религия, что-то еще, я преображаю своего идола. Но когда Господь Иисус есть центр моего сердца, Он мотив моей жизни, Его Евангелие является сердцебиением моим, тогда я преображаюсь в образ. Это Божия цель. Бог не будет прославлять человека за его потуги. Бог будет прославлять Христа, потому что перед именем Иисуса преклонится всякое колено и всякий язык исповедует, что Он есть Господь, Он есть Спаситель, потому что Он достоин всей славы. И поэтому мы призваны уподобиться Ему, чтобы Он получил больше славы, потому что Он преображает нас своим Евангелем в нашей жизни. И Русско-Белевская Церковь признана стать Церковью живых образов Божьих, подобных Иисусу. Так, чтобы Евангелие было мотивом наших действий, поступков, разговоров, молитв, поведения. И в этом мы будем ободрять друг друга, братья и сестры. В этом мы будем помогать друг другу. Так, чтобы Божья слава стала конечной целью всего того, что мы делаем всей нашей жизни. И об этом я хочу сейчас помолиться. Аминь. Аминь. Аминь.